Всем привет! Вы на Флагман ТВ, с вами Артем Некрич, рубрика рыболовные фишки и сегодня мы рассмотрим преимущества и недостатки вольфрама и сравним его со свинцом. Вольфрам в спиннинговой ловле применяется в основном при ловле джигом с использованием шарнирного монтажа. Используется немногими рыболовами, в основном спортсменами и продвинутыми любителями. Некоторые даже не догадываются, что это такое и в чем плюсы данного материала перед свинцом. Давайте же об этом подробнее и поговорим. Вольфрам является более плотным сплавом, нежели свинец. Исходя из этого, он и имеет несколько значимых преимуществ. Размер. При одинаковом весе грузил, размер вольфрамовых будет меньше. При меньшем размере грузика вы имеете больше шансов на поклевку хищника. Дальность заброса. Благодаря меньшему размеру сопротивление с ветром при полете приманки будет меньше и она полетит дальше. Скорость падения. За счет своего размера монтаж будет иметь также меньшую парусность, что обеспечит ему более быстрое падение к дну. Чувствительность. С помощью вольфрама легче и быстрее происходит ознакомление с дном. Теперь гораздо проще различать глину, песок, ил, камни, ракушки и прочие подводные препятствия. К тому же самые вялые поклевки теперь станут более заметными. Звучание. При контакте с твердым дном, камнями, ракушкой и прочим вольфрам гораздо звонче. Он создает звук, привлекающий рыбу с более дальних дистанций. Блеск. Данные грузики еще и блестят, дополнительно привлекая хищника. Наличие памяти. Как я говорил ранее вольфрам очень плотный сплав. Если взять и вытащить скобу из нашего грузика и оставить его так на некоторое время, отверстие останется на своем месте и будет таким же идеально ровным. В отличии от свинца, отверстие у которого очень скоро начинает зарастать само собой. Возьмем такую ситуацию. Наверное, каждый с ней сталкивался. Наши чебурашки, грузики, лежат в коробке и пока она находится где-то в машине или в сумке, все это дело переворачивается и очень часто в такие моменты у чебурашек вылазят скобы. Если не заметить это вовремя и не вставить их обратно на свинцовых чебурашках, очень скоро они начнут зарастать. Тогда придется эти отверстия проделывать самому, что у некоторых приводит к травмам, либо же попросту их выбросить. В отличии от вольфрама, который, пролежав даже год без скобы, сохранит свою форму. Помимо всего этого, вольфрам безопасен для водоемов. Когда грузило обрывается и остается на дне, оно не наносит ущерба окружающей среде. В отличии от свинца, который начинает окисляться и выделяет неблагоприятные вещества в водоем. У вольфрама есть, пожалуй, один недостаток. Это его цена. Она может превышать цену свинца в 3-4 раза. Но поверьте, во время наибольшей пассивности рыбы, во время ловли рыбы на соревнованиях, это бывает незаменимая вещь, с помощью которой можно увеличить свой улов как качественно, так и количественно. С вами была рубрика «Рыболовные фишки». Если данное видео было для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. До встречи на Флагман ТВ!